флаг с канадским листочком но это не флаг оригинальной канады не интересно что это за флаг какой интересный что назначает флаг города торонто понятно блин это будет что такое какой-то старый может быть какой-то не знаю флаг который когда-то использовался в канаде а это как бы понял просто флаг города канады прикольно здесь действующий флаг города из какого штата я живу в иллинойсе близко сам из украины приехал из города винница если знаете наверно знаю конечно давно приехали в 2010 году приехал до спасибо а вы давно канаде а 18 лет уже достаточно а приехали откуда из харькова а как вы думаете в канаде лучше чем в америке ну по всем рейтингом которые публикуются считается же в канаде уровень жизни выше чем штатами меня тоже как она это тоже америка надо говорить что это америка допустимо говорить то европейцам а тут не грамотно как говорится в америка хотя с уровень заплаты у вас выше тем более позже тем а тем более после того канадский доллар начал падать скажем 73 оптимальный курс считается 088 73 согласен у вас медицина вас медицина более доступна бесплатно как она здесь есть деньги у вас более доступны тут есть такие специалисты которых нет платных только бесплатно и но к нему очередь например какие-нибудь уникальные да вот у вас более доступно она не бесплатно и в канаде бесплатно и вы на бенера вы вы можете хотите искать более качественное но 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 не бесплатно одинаково там по таким вот которые иметь же для жизни вы представляет такого же качества как у вас я не знаю вот допустим где те которые платные моменты у вас они по-моему даже дешевле но были дешевле когда курс был 088 а у нас что зубы у нас платные у вас зубы по чуть были пони часы в канаде по дешевле стали здесь этот доллар упал канадский а когда бы 088 у вас были чуть подешевле зубы дентал врач сам да вот и что еще косметика то же самое косметические операции возможно но я бы не знаю я не пробовал но мне кажется если я выбирал я бы выбрал больше вашу родители выиграли green карты у вас привезли да или вы сами нет нет я ничего не выиграл я сам приехал у меня отец кубинец я родился на кубе и тут есть программа как по которой кубинцам дают политическое убежище стоит лишь доказать что ты либо там родился либо один из своих родителей является кубинцам я понял если если вам в канаде больше нравится так могли правда в канаде аналогично для кубинцев что-то есть серьезно я не знал предполагаю но поскольку я не думаю канада в хороших отношениях кубы в отличие от штатов то даже рейсы по рейсам да 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 она канадцев в отличие от американцев на кубе любят да а вот американцам не очень нет у вас не за которых у вас просто рейсов нет вам если лететь так есть есть но только из майами она из майами ему можно до торонто долетель доехать из север штатов и потом вы из чикаго доезжаешь за торонто или долетаешь из торонто уже на клубу можно лететь на бельда да 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 дешевле для летал на кубе из флорин нет можно прилететь но не америка то есть в основном эти эти рейсы это для местных кубинцев а кубинцы ездить могут и которые перебрались они без проблем вам нужна виза а у вас нет дип-дип отношений поэтому вам нельзя пролететь чисто по визе вам проблемам я понимаю если да 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 вернее вернее вам можно прилететь если вы получите визу в иной стране посока у вас нет дип отношений вы вы должны ехать в тут же мексика например получать кубинскую визу и тогда въехать или в канаду да 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 и если это каким-то образом отсветится то могут быть проблем не знаю какие но говорят что могут быть проблемы могут потом спросить там что-то а чего зачем металл короче не одобряет возможно государь да но я могу как кубинец я имею право ну хорошо я вас понял ладно интересно было у вас может я какие вопросы есть я вижу вас сзади значит какой-то бегущая строка не будешь а строка и слайд слайд меняется я там видел это слайд-шоу до что вы видели я вот видел что на что я обратил внимание там была карта украины и разделенная на на определенные части с разными флагами изображением флагом на каждой из части это это прогноз польской прессы о разделе украины он еще прогноза десятилетней давности вы согласны с этим с этим прогнозом ну вы имеете виду согласны ли высоко вероятность его реализации или ну да 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 и хотите ли вы этого или с точки зрения моего желания вот 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 она я я хочу фрагментации украины я хочу чтобы харьков заимел свое государство слабо женщина интересно это такая позиция такого еще не слышал то есть вы не хотите присоединение к россии вы хотите именно отдельное государство на восточной паре главное что я хочу чтобы харьков освободился со двухлетней украинской оккупации которые его загнали два злодея большевика ленина троцкий в 1918 году а есть этот вариант более вероятны в россию они невероятны но весьма но возможно это вот образование своего государства зависимость того как закончат военный конфликт у каждого варианта есть свои преимущества с точки зрения реализации харькова как крупнейшего железнодорожного хаба и транспортного лучше в россии потому что харьков был вторым узлом железнодорожным ссср и прероссийской империи после москвы обгоняй даже столицу питер российской империи а с иных точек зрения приятнее иметь свое государство слабо женщина тем более харьков харьков заслуживает иметь свое государство не меньше чем тоже любляна загореб или партишлава ибо харьков в разы их больше больше круче по интеллекту и по научного потенциала и по индустриальным потенциале интересно знаете я вот только уже продолжаются политические всякие беседы вот таких ресурсов как вот этот рулет тв была раньше обычная рулета но я такого еще не слышал вот такой точки зрения обычно люди либо я сторонник идеи кушнарёва слышали такого кушнарёва егений петрович не слышал севердонецкой съесть это начиналось все вот сепаратизм интересно а а мне скажите вот мне интересно вот вы сказали вы стали большевики ленин и и троцкий и троцкий и троцкий вы как-то не нехорошо вы плохо относитесь к ссср не одобрительно как вы оцениваете в основном негативная я оцениваю те позитивные стороны которые были при ссср они безусловно были но в целом я пошел с негативным именно из-за того почему именно из-за того что ссср управлялся большевистской партии а из-за большевиков харьков оказался в украине несправедливо и несправедливо причем оказался а вы знаете да говорите допустим смотрите я вот недавно с моей мамой общался на тему там украинского языка в украине русского украинского но языкового вопроса и вот я не пойму где действительно можно понять вы 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 выросли до родились наверно вас там родители вы знаете скажите вот мы с ней так и не поняли вот у нас украине что в украине все говорили по-украински там носите дуэк действительно и на восточную крылья говорили в городах по украински там 100 лет назад 150 лет на и сейчас не говорят по украински в карьере сейчас не говорят да и если действительно ли а 100 лет назад тем более не говорили говорили только знаете когда это не большинство примерно половина говорила с 1923 по 31 год когда большевики затеяли национализацию они назвали коренизация тогда насаждали украинский язык и поскольку система была тоталитарная люди боялись и их за это увольнялись работы если они не будут на работе говорить на украинском языке такое тоже было на потом это дело прекратили и все вернулось на круги своя сбросили украину а как вы думаете вот сказать какие территории украины уже люди говорили на украинском лет 150 в российской империи на украинском больше говорили те территории которые были в австро венгрии это галиция и волынь и потом они в польше оказались вот те говорили вот и . а вот венецкая область примерно процентов 60 говорила по-украински 100 лет назад вот кстати я вот где-то тоже к этому склоняюсь но что тела действительно говорили на украинском ну и даже сейчас говорят вот и в городе когда я был маленький в венеции ну был украинский но было очень много русского а вот я приезжал в 2020 году ну я просто я русский не слышу практически уже нигде может быть это из-за того что этот закон новый вели что нужно в ресторанах обслуживание все то есть я хожу по врачам хожу по не знаю там по ресторанам со мной все погрызть я теперь могу понять это действительно так много людей начал публике говорить или это из-за закона а дома все разговаривают на русском как-то непонятно между тобой связаны факты из-за закона народ начал говорить по-украински потому что для венец это легко они всегда были они знали они знали никогда не знали это русский город в отличие от венец и да 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 у нас и те а у всех событий ну как я помню в городе в массам большинство говорила по-русски говорили по-украински в основе люди приезжие из села вот так вот где-то так оно и было при моей молодости когда думали еще а сейчас это все поменялось прости я брюнская обувь какой город брянская обувь город какой мыс не секрет выгоните выгоните я понял понял на какие темы беседы может вопросы интересные есть война разбираетесь в войнах тогда началась первая мировая война война я понял но если разбираетесь вода когда началась первая мировая война давайте проводим вот который сейчас идет против россии а ну давай давайте давайте что вопрос или так можно по-другому что что вас интересует по этой войне задавайте вопросы будем беседовать если мы обозначили тему у меня нормально о чем беседуете может вопросы интересно есть да есть вопрос почему в самый сложный момент убрали генерала залужную поставили генерала сырского чем это вызвано как ощущаете внутри политическим разборками а вы откуда если секрет вы считаете неуместным сложить ситуации я сахалина я пойду как вы можете уместно но как говорится если заложенный представлен опасность для зеленского роста оставляя популярности его нужно было убрать с точки зрения безопасности своего кресла где-то так но в такой ситуации амбиции надо в сторону отбросить самого безопасности а все остальное мелочь причем безопасность страны людей а внутренняя амбиция личная амбиция это по моему кому же вторично ну если в идеале то так а в реале вот как получилось понятно а почему именно выбор пал на сырского не знаю там особо не было так сказать фигур для выбора или он кто он кто был первым замом надо как больше привилегий или расстрельная должность ну она не очень должен стать привилегий или расстрельная должность да может заложный сам ушел и мужа обещали должность посла в этом в британии посла сорвалось это все у него а как вы думаете вот вам это персоналии там эти пауки в банке бокс не пускай грызутся чем быстрее перегрызутся всем лучше пошла то пошло как вы думаете в итоге то в каких границах останется украина по окончании данного конфликта очень сложный вопрос я думал об этом вопрос времени чем дольше конфликт будет затягиваться тем меньше границ тем меньше территории будет оставаться сами понимаете сейчас ситуация в приднестровье возможно вот используют исходя из той ситуации которая происходит будем рубить коридор до приднестровья а это будет коридор как раз таки через одессу ну скорее я надеюсь более актуальной задачи харьков освободить а потом уже всякие эти одессы приднестровье ну да ну то есть движение пойдет дальше движение я не знаю будут будут ли брать киев не буду потому что киев брать там там очень много мирника поэтому будет столь ну не надо столько же я просто говорю что и в наилучшем варианте оптимальная граница по днепру поскольку широкая река это хорошая естественная граница на ней но я охрана охрана потребуется в будущем раз в 10 20 меньше средств чем на сухопутную границу соответственно городки и соответственно городки будет разделена левобережный город киев и правобережная мысто киев город не при будет разделена город и екатерина славыль по левому берегу российские и мысто днепро по праву город запорожье будет разделен на город александровск по левому берегу российские места запорезе по правому украинский но и тогда вы знаете вы знаете города разделить не проблема в городах люди если у меня живет брат на одном берегу и брат на другом берегу между утопиться посередине ну почему-то пиццы нужно стремится что вообще и граница в принципе немножко усложнит но не прогулит общение между братьями да а с другой стороны вы знаете вот я вот больше склоняюсь к мысли что получится как это получилось вьетнам афганистан когда получилось в таки когда американцы подказывают колготки и бегут 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 ну бросая всех и вся но убежали американцы допустим но все равно это же не отменяет проблемы где проводить границу просто у россии будет больше возможно так и что убегут американцы что дальше американцы убегают вместе с с ними на шасси самолета убегут зеленский и все и все и все и тогда кто сдаст гарантии что не встанет у власти пророссийский лидер и что возможно даже не придется и границ это менять смысла не будет не придется то есть там какие-то регионы же включены в россии нет аста останешься 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 на тех границах и на каких мы есть сейчас но это вот очень плохой вариант это получишь и украина становится дружной страной до хороший вариант это очень плохой вариант это получается что вот херсон-запорожье включили начата в россию пока не чувствуется их обратно дадут украине что-либо не то что то что включили то включили тоже все что включено то включено увидите как получается какой-то херсон самый непророссийский город в юго-восточной украине будет в россии получается а харьков который был который именно харьков они донецк и луганск до 14 года был локомотивом борьбы за русский мир в украине ну да вы хотите оставить украине это очень плохой вариант а там а там референдума никто не отменял ну понятно что любое присоединение будет референдум в той или иной степени это естественно но чтобы референдума не отменял чтобы разрешить референдум россия должна проявить волю она почему-то проявила какому-то херсону а в харькове тоже был референдум в четырнадцатом году однако россия его проигнорировала просто никак не помогла хайку в четырнадцатом году вообще-то жакомичу если это есть точнее кернис тогда еще сам не определиться с кем он хочет быть у него такая двоякая позицию керниса если что кернис тогда не был еще мэром был допкин нормальная позиция на долгих до нормальная была позиция когда начались я вам да скажу потом скажите более того более я слушаю из официальных лидеров значит областей не считая крыма сконтинентальной украине только харьковские власти вот допкин и кернис проводили переговоры с российскими властями сурковым донецкий тарута донецкий губернатор он лежал под киевом и никаких переговоров не переводил там потом эти днр-овцы уже новые власти начали работать а официальные власти только харьковские проводили из всей континентальной украины там просто кинули кинул их сурков отказал в помощи они на лимузине белгородского губернатора савченко ездили на переговоры с сурковым в пригород белгорода и сурков их обломал так что вот к сожалению а все нужно было делать в четырнадцатом году вот сейчас хотят ну вы знаете нужно было делать в четырнадцатом году много что надо было делать четырнадцатом году но тогда мы не были к этому готовы как говорится а к чему и так по большому счету не было высокоточного оружия что вы имеете ввиду не было того что есть сейчас вот говорят что не было высокоточного оружия так она-то украина в четырнадцатом году я можно было тремя дивизиями стройбата взять понятное дело понятное дело что можно будет ну что чего еще не но дотянули время я была карты мир еще не было в шестнадцатом году появилась это этот аргумент приводит так если честно вот я вот знаешь знаете где бы затрудняйся ли игру как бы с одной стороны да можно было ведь нельзя же порошенко запрашивал то петь и после дебальцева и минск 1 ими после лавайска минс 2 после дебальцева можно было действительно и стройбата смогли бы взять не напрягаясь есть дальмого дайте если украина высушенника днр авто драпа ли так конечно я стройбатом субы драпа ли тоже это одно и то же плюс но а потом конечно оперились вооружились накачали их оружием эмоционально морально накачали тогда и надо будет хотя еще пути же в четырнадцатом году же предупреждал что ребята потеряете государственность за что приходится ругать путина за то что он слишком мало путин она она была не предупреждать надо было действовать да 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 и может быть меньше крови бы этот вопрос решился намного если вы монатки собрал и чухнул да а зеленский у нас на телевидении работал диктором он же хотел на теле на первом канале работа диктора ему отказали он обиделся я не знаю такого фактора хотел он же он же комик как у диктора у него профессия он подавал подавал резюме навести какую-то программу там хотели на первом канале за программу да и он должен был стать ведущим этой программы на первом канале потом чуть у них не срослось что-то не договорились и он не стал ведущим он обиделся вы сами откуда будете я буду из сторон сегодня ничего да нормально ваш должен все хорошо доход дохова откуда что холодно ну да у вас климат такой что то учета вот недельку зарядила минус 30 до этого было плюс 2 минус 30 бывает на кей тема беседуете в рулетке может вопросы интересные есть ну канаде только один вопрос ну какой а ну проект по фашистам поломить у вас вопрос про фашиста который парламенте почему-то почему-то не застрелился ночью мы ставятся лоханулся он и мы же не стреляемся когда глупость совершаем а я очень стрелять этот фашист уже уехал из канады в аргентину кстати говоря говорят да это я но политически получил застрелился на самое самое смешное что если бы даже но это папа это помощники трюдо лоханулись 3 даже не будет подбирать сам если помощники труда подобрали даже бы нормального ветерана который отвоевал за канадскую армию до укритнического контингента это все но было бы смешно потому что получается что 3 до селиться перед президентом страны четвертого мира как украиной то есть даже если не нужно акцентировать что это там сс если бы был нормальный ветеран это было бы смешно а лоханулись они понятно почему это мы мы там советских школах воспитывались вы знали что поиск а помощником трюва откуда значит такой сс они входе проходили один урок ему додавали ну если он не историк по образованию он про это забыл вот вы же допустим не помните как называлась аналог сс германской в первой мировой войне вот так не помню а вот историки знают что в первой мировой войне на на называл спам шабе а во втором сс вот в канаде если он историк хороший вот и знает как в первый так и во второй а если он не историк он не знает ни в первой него 2 у нас а у нас значит такое сс но не знает что такое как в первой мировой войне аналог был то есть вот акцентирование нас больше идет на второй мировой войне а помощники труда так и они же не историки так лоханулись сс для них не пустой звук что такое не ну это понятно вы историю хотя посмотрите ну они я думаю что они набрали в поисковиках там и сейчас галичина но им выдали что такое галичина там регион раньше был регион в сс раньше был регион в польше но они посмотрели но регионы херсти я так думаю а где как получилось мой весело ху интересно было ну да да интересно согласен вы не обращайте внимание вопроса там канаде не канаде в принципе на какие темы вы беседуете в рулет да ну просто так попить еще какие-то вопросы но вам не знаю данили к любому собеседника в рулетке какие вы задаете то обычно как живете у второго не тема почему вот допустим как по вашему в каких границах останется украина по окончании военного конфликта правительства знали нет ну а украина там останется допустим я думаю там 67 областей или там 45 бог мудрю правительства угнание все ну понятно такая значит вы считаете что украина будет разделена между россией польшей и румынии и венгрией да правильно я понимаю но насчет разделения не знаю но правительство знаний точно но украина просто не а кто ж долги и будет воплачивать даже не к не убиваю это даже не к не терминирует такой есть закон бизнесе никто вот поэтому запад не даст уничтожить украину полностью она оставит ее в минимальных размерах в виде центральной украины разной там вине киевской венецкие меня вот эти вот именно чтобы они веками все шоу под днепру до днепра тоже точно не ну я согласен я согласен с вами до днепра но может разве что полтава и мы оставить полтава а может и полтава не оставить но тоже справа от берега вот останется украина именно для выплаты долгов которая не будет выплачивать веками а так должны к поэтому и не бивают даже даже никого белый долг пропал но ниш пытается то сделать кто они кто-то в команду этот армию но они просто от отсутствия ума это пытается сделать сейчас бы отойти наоборот туда за днепр и там обороняться уже строить укрепление мощным просто если вот например они отходят они начинают что-то построить а смысл вот они вот начинают строить тут же чуть прилетают начинаю строчек я понимаю они они будут строить от наземной атаки а то что пролетает понятно что пролетит если вякнут поэтому они будут сидеть тихо вот а так они ну я не знаю болеть деревском уже был по пора бы я не знаю просто застрелиться да иначе его полку иначе его повесят возможно угры как бы нормально чуть-чуть честно руководили поступил в этой ситуации вот только застрелить понятно ну хорошо спасибо что поездка их в общем то всех и назвали русские потому что это глагол русский это какой чей отвечает 17 гривен килограмм оказалось ну как игра это не очень дорого 17 гривен килограмм это не очень дорого вы вообще все во всем мире яйца в мире мире меряется в килограммах они штука чё издеваетесь что-ли у нас в килограммах измеряет вы что издеваетесь мелкое яйцо есть крупное яйцо и все равно разные и цена разная у белкого яйца одна цена у крупного яйца другая цена правильно ну а если взять их килограмме и взять их за килограмм за килограмм это будет универсальная цена и черный жопа мне не нравится черный жопа ты черный наверно зря шалел Деникин хама их надо было брозгать да плетьми а вот теперь не воинство не храма мократия помойки диктует моду на мораль мне наплевать а сердцу горько еще раз зафиксировали петр зафиксировали то что я сказал в татарстане в татарстане нету ни одной школы с татарским языком обучения это факт это факт вне конца вне какие чудеса и они за правду воюют в правде три часа его правды на полноценный грош Воронеж передали в 1922 году в Воронежской области в 1922 году в 1922 году в Ильбска область где была в Австрове в Англии Опа, так это не дунающих в соседней стране. 70 миллионов. Они нас ненавидят за это, за то, что мы живем хорошо. Ненавидят. И будут ненавидеть всегда. Просто потому, что мы есть и живем хорошо. Паркафорский был. Был сделан украинским угрозом ночевым. Пытаясь. Да, да. Украина, Каталинская, 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 Каталинская. Паркафорский был. Паркафорский был.